Всем привет-привет! Всем отличной недели и прекрасного понедельника! Сегодня мы с вами смотрим расклад на тему, что на данный момент стоит начать прорабатывать. То есть, проще говоря, над чем надо поработать. Итак, позиции видите, и мы сразу давайте с вами приступим. Итак, позиция номер один, голубенький камешек, только видно, видно, немножко отодвину, отсюда, краешек. Смотрим, что надо на данный момент начать прорабатывать единички. Какие-то перемены, однозначно, по королеве мечей нужно какие-то перемены вводить. И то, что долгое время... Сейчас расскажу. Здесь знаете какая вещь? Есть что-то в вашей жизни, что каким-то образом либо не развивается, либо не двигается. И это связано с вашей внутренней борьбой. Ровно-ровно. Какие-то противоречия есть внутри вас по поводу этих перемен. То есть, с одной стороны, вы понимаете, что да, я хочу. А с другой стороны, есть что-то, что, я не знаю, какая-то вот ваша собственная истина, в которую вы как-то уверены, либо верите. Есть что-то, во что вы верите. И одновременно есть что-то другое, противоположное внутри вас, а что не согласно вашей веры. И вот из-за того, что есть вот эти вот противоречия, это не качели, это противоречия. Вы как будто бы чего-то ждете, что либо какая-то ситуация развернется таким образом, что все станет ясно, да, прояснится, и потом вы будете делать какие-то перемены, ну, действия, шаги в своей жизни. Либо есть что-то, что долгое время не развивается из-за того, что внутри вас есть какие-то, не знаю, сомнения. Вот о чем это вот пятерка жезлов говорит. Какой-то вот урок вы проходите. Какой-то урок. Знаете, вам как будто бы дается какой-то шанс, возможно, это имеет какое-то отношение к материи, ну, то есть к финансам и вот все, что с этим связано. Либо непосредственно связано с вашей внутренней ценностью, то есть с вашим мироустройством, мировосприятием. И дается какой-то шанс на то, чтобы это изменить. Но вы не совсем воспринимаете это как шанс. То есть вы не совсем видите, что это действительно шанс. То есть у вас есть какие-то вопросы к этому. Что здесь? Да, видите, есть дьявол. Есть какая-то иллюзия в вашем восприятии, то есть как это вам сейчас, попробую подобрать правильные слова. В вашей голове есть сложившаяся картина мира. Вот так вот должны развиваться вещи, вот так люди должны общаться. То есть есть какие-то свои правила, свое видение мира. И в соответствии с этим вы живете. То есть это есть у каждого. Но в каких-то моментах вот это вот ваше мировосприятие, то ли это какая-то идеализация, то ли это что-то как будто бы в каких-то моментах оно далеко от реальности, понимаете. И это есть иллюзия. То есть дьявол говорит о том, что вот какое-то ваше видение, какое-то ваше восприятие, оно иллюзорно. И оно не соотносится с реальностью. То есть не вся ваша картина мира, а какие-то ваши убеждения. То есть идет вот эта вот несостыковка внешнего и внутреннего. И в этом есть иллюзия. Но проблема заключается в том, что вы не считаете так. Вы считаете, что это не иллюзия, это верно. И поэтому вам дается в чем-то шанс на то, чтобы что-то изменить вот именно в контексте вот этой иллюзии. Но вы его не берете. Почему? Потому что вот вы как будто бы не уверены. Допустим, вам нужны деньги. Вам предлагают какую-то работу. Но вы считаете, что эта работа не для вас. Не знаю, может быть, условия не подходят. Может быть, мало платят и требуют намного больше. То есть оно не важно, по каким-то вашим ощущениям, ценностям, восприятиям, вы считаете, что эта работа не для вас. Но другое, допустим, вам не предлагают. И с одной стороны, деньги-то нужны. И казалось бы, что нужно пойти на эту работу. А с другой стороны, эта работа противоречит вашим ценностям. И вы не знаете, как быть. И поэтому вы не берете, не видите этот шанс, не хватаетесь за него, не идете в перемены. В чем иллюзия в данном случае? В том, что эта работа, она вам не подходит. То есть есть какие-то убеждения, например, что платят за нее мало. И вопрос здесь, скорее всего, заключается в том, что вот вы видите, как будто бы точечно, то есть в контексте данной работы, вот эта работа мне не подходит. Но если смотреть более масштабно, с точки зрения вообще развития, и того, что, ну как-то так, как выстраивается цепочка нашей жизни, то, возможно, этот шанс, он был бы каким-то промежуточным шагом. То есть иногда для того, чтобы достичь чего-то, нужно пройти несколько разных этапов. И с нашей точки зрения, не всегда эти этапы, они кажутся правильными. Иногда мы их воспринимаем как ошибка. Это лишь восприятие. На самом деле это такой, знаете, переходный этап в становлении вас. И если не будет этого шага, вы не перейдете во второй, ну как это сказать, не сделаете второй шаг. И возможно, допустим, если вы хотите прийти в точку Б, вам нужно пройти три шага. Но первые два, они вот вообще как-то не вписываются в вашу картину мира. Но вот без этого вы не придете к точке Б. То есть если вы стоите на одном берегу, и вам нужно перейти на другой, то между двумя берегами есть такая речка, которая очень шустрая, хоть она и мелкая. И в ней есть три камешка. Вот на эти три камешка нужно будет наступать, чтобы перейти берег. Первые два, они очень скользкие, и они вам не нравятся. А третий камень, он такой, знаете, на поверхности, сухой, все нормально, наступил и вышел. И вот эти вот два скользких, вы их боитесь. И вы ищете, смотрите по сторонам, налево, направо, может быть, есть какой-то другой переход на берег, на противоположный. Но этого нет. И вот вам нужно, и вы понимаете, что если я наступлю вот на этот скользкий с илом камень, на эти первые два, я могу подскользнуться, упасть, и неизвестно, куда меня вытащит эта река. Я этого не хочу. И вот из-за того, что есть вот эти вот страхи, иллюзорность, да, то есть вы предполагаете, что просто сделали вывод на основе того, что камень, он покрыт илом, и как следствие он скользкий, а если он скользкий, велика вероятность, что я упаду. Но это предположение на основе вашего пройденного опыта. И не факт, что так будет именно в этот раз. То есть так работает наш мозг. Он видит ситуацию, анализирует, сопоставляет с прошлым нашим опытом и выдает готовое решение. Но это решение, лишь один из вариантов. Мы его не берем, потому что у нас сразу идут ассоциации подскользнусь, упаду, намочусь, ударюсь и так далее, и так далее. То есть в негативном ключе. Мы не рассматриваем, что окей, я запросто пройду, то есть, ну и что буду немножечко осторожным. Вот. Ну может быть упаду, ноги промочу, кто же знает как. Иногда бывает так, что возможно нам нужно наступить на этот камень, подскользнуться и упасть в эту реку, чтобы она нас вынесла в какое-то другое русло. Возможно нам не надо даже на противоположный берег, потому что нам после противоположного берега надо было еще куда-то идти. А так мы подскользнулись, упали в речку, и речка нас вытащила вот сразу в ту точку, в которую мы хотели, точка С, избегая точку Б и дополнительного какого-то пути. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Мы находимся только в моменте здесь и сейчас. И мы можем оценить только этот момент. Мы не можем просчитать достоверно, что нас ожидает. Вот здесь вот, вот эта вот иллюзия того, что я упаду, то есть есть какая-то ваша убежденность, и вы считаете, что вы правы, что это верное ваше суждение, оно не дает вам схватиться за этот шанс. И вы долгое время что-то здесь не делаете, не развиваете. Хотя перемены уже нужны, вы сами это понимаете, что в вашей жизни нужны какие-то перемены. Вот что это может быть? И в этом заключается, как раз, смотрите, две пятерки. Пятерки у нас всегда говорят за урок, завершение, начало чего-то нового. Но при этом этот урок, он идет через разрушение. То есть для того, чтобы двигаться дальше, нам нужно разрушить какую-то застойную ситуацию. В четверке жезлов, это когда пятерка жезлов разрушает четверку жезлов. В четверке жезлов, это когда у нас все хорошо, праздник, веселье, отдых, и я вообще не хочу никуда двигаться, меня все устраивает, зачем мне дальше развиваться. А пятерка идет после четверки жезлов, она разрушает какие-то, опять же, отдых, какие-то правила, и также отстранение нежелания дальше двигаться. То есть и то, и другое разрушает, и пятерка жезлов, и пятерка мечей разрушает одна в контексте желаний дальнейшего движения, а вторая в контексте мыслительного процесса комфортного, удобного и вообще нежелания двигаться. И пятерка жезлов, которая идет после четверки, не желает двигаться, и четверка мечей не желает двигаться. И поэтому для того, чтобы как-то начать расшатать этого человека и начать пинать его из его удобного автоматизма в его поступках и действиях, это очень дискомфортно. Но иначе, если мы не начнем шевелиться, мы не получим то, что нам здесь дается. Головой мы, конечно же, как королева мечей, мы все просчитываем, мы видим, мы понимаем, но иногда вот эта вот чрезмерная аналитика, она вредит. Почему? Потому что, опять же таки, аналитика, она опирается на какие-то данные, базы знаний. Но мы не можем все время все знать именно с точки зрения ума. То есть, с точки зрения квантовой физики, да, мы можем знать, но для этого нам надо прийти в видоизмененное состояние. Видоизмененное состояние это показатель того, что мы выходим из обычного нашего состояния автоматизма и входим в более расширенное, более измененное сознание для того, чтобы получить информацию. То есть, мы опять-таки расширяем ту зону, либо меняем ту зону привычную, на что-то другое. Все равно действие должно совершаться. Здесь получается так, что мы это не совершаем. Что же есть такое в ваших убеждениях, что не дает вам, ну вот нужно проработать. Видите, опять король кубка. Почему я говорю опять? Потому что я вспоминаю комментарии, которые писали единички в прошлых раскладах, что да, действительно, мы эмоциональны, и как бы с этим не работать, это, ну, это не прорабатывается. Вот. Но здесь не просто король кубков говорит об эмоциях, он говорит о комфорте, об уюте. То есть, нежелание куда-то дальше двигаться. Почему? Потому что вот мне хорошо, да, король кубков в природе это огненная часть воды. Огненная часть воды это источники, горячие источники. Вот представляете, природа, горячие источники. Вы там, я не знаю, в купальнике, либо там в плавку, в зависимости от того, кто смотрит, заходите в этот горячий источник. На улице, может быть, там, я не знаю, погода какая-нибудь минусовая, а источник, он настолько горячий, вам настолько хорошо, что понимая, что если я встану и выйду из этого источника, разница температуры, да, холодная, я замерзну, и мне не хочется. Либо вот вспоминайте вот это состояние, когда утром просыпаетесь в зимнее время, да, когда, если в комнате прохладно, то не хочется вставать из-под теплого одеяла. Вот здесь вот, вот это вот состояние. Также король кубков у нас, вода у нас всегда говорит про, идет отсылка времени прошлого. То есть, есть что-то из этого прошлого, что я не хочу менять. Что вы тут не хотите менять? За что вы тут держитесь? Ну вот видите, тройка кубков, за какую-то легкость. Вот я хочу, чтобы так, как было, я хочу, понимаете. Когда нам бывает легко, когда мы к чему-то адаптировались, мы к чему-то привыкли. Когда мы идем в новое, любое новое, оно будет дискомфортное. Почему? Потому что там есть какие-то новые составляющие, к которым мы еще не привыкли, мы их еще не отработали. То есть, это даже элементарно какая-то новая еда. Пошли в гости, и ваш известный, я не знаю, борщик приготовлен по-другому. Либо окрошка, она приготовлена по-другому, и вам некомфортно. Вроде бы обед тот же самый, известный вам, но хозяйка приготовила его по-другому, на свой лад, и вам некомфортно. Но если вы долгое время проживете в этой семье, вы привыкнете к этому, и вы не будете обращать внимание. Поэтому все новое, оно нам дискомфортно, и мы не хотим тратить на эту энергию, потому что на любое новое действие нам нужно тратить энергию. У мозга задача самосохранения этой энергии, то есть мы держим, стараемся сохранить свою энергию, на самый минимум. И при этом любое новое движение, действие, оно забирает много энергии. И мозг, ясное дело, у него задача сохранять энергию, он будет говорить, нет, мы в это не пойдем, потому что мне надо сохранить энергию. И поэтому он отказывается. Ваша проблема заключается в эмоциональности. То есть здесь даже акцент не столько про новое, хотя это тоже имеет место быть, это вот причина, почему вы не идете. Вам нужно прорабатывать вот эту вот вашу чувствительность, восприятие мира. Знаете, когда, не знаю, может быть слишком серьезно относитесь к людям, к словам, критике, не знаю, конкуренции. Вот ваша, вот эта вот чувствительность, в некоторой степени даже сверхчувствительность, она вас останавливает от очень многих дел. И то есть здесь, казалось бы, вот по верховной жрице нужно быть в неком таком балансе, в хорошем пофигизме. То есть не важно, что вам так говорят, не важно, что обращает ваше внимание и так далее. Важно вам не включаться эмоционально в то, что вы проживаете. То есть есть люди, например, которые приходят на новую работу, да, ну видишь, что там над ними подшучивает, новичок, может быть, как-то какие-то пранки там делают. Ну нормально, человек воспринимает, ну то есть понимает, что людям скучно, да, все уже друг друга знают, а тут новый фрукт появился. Ну давай подшутим. То есть, ну нормально, по-доброму как-то воспринимает эту шутку. И даже иногда и не обращает внимания. А вот если вы придете и над вами подшутят, вы это будете воспринимать очень близко к сердцу. Почему? Потому что здесь вы как будто бы слишком серьезно относитесь к своей собственной персоне. и здесь нужно как раз таки, вот Айрафант говорит, пересмотреть свое отношение. Здесь вот присутствует эта серьезность, правильность, какие-то ценности. Но поскольку здесь она рядом с дьяволом выходит, то дьявол подсвечивает наши теневые какие-то стороны. И вот здесь вот эта теневая сторона, это слишком, как это сказать, серьезность, обостренное чувство серьезности и отношение ко всем, не знаю, людям, к ситуациям. Вы слишком серьезно ко всему подходите. И вот это вот вызывает у вас эмоции, переживания. То есть, допустим, если кто-то на вас посмотрел, ну, не совсем так, не знаю, может быть у человека просто плохое настроение. Ну и косо посмотрел. Вы это воспримите на свой счет. То есть, почему так? Либо кто-то к вам обратился не на вы, а на ты, к примеру. И вы будете переживать, да, либо как-то, ну, реагировать очень сильно на то, почему ты ко мне на ты обращаешься, да, мы с тобой не знакомы, мы с тобой не друзья. То есть, где твое уважение ко мне, где субординация и так далее, и так далее. То есть, слишком воспринимайте серьезно свою персону. Здесь попроще, это значит полегче. То есть, не придавайте такое значение своему эго. Я не говорю о том, что вы эгоисты, а я хочу указать лишь на то, что ваше эго создало какую-то такую свою картину, кто оно есть, да, и в каких-то моментах вот нужно именно вот это подтверждение значимости. Не вам, как в душе, а именно вашему эго, и это причиняет, вот на самом деле не вам, а именно вашему эго причиняет боль. И вот с этим нужно поработать. королева жезлов, королева жезлов, с одной стороны, это независимая личность, безусловно, это водная часть огня, у нее есть интуиция, развитая интуиция, у нее тоже есть чувствительность, но при этом вот это вот водное проявление огня, жидкое, жидкий огонь, проще говоря, в природе, это как лава. Лава, она и жидкая, то есть в ней присутствует гибкость, и в то же время присутствует огонь. Вот вам нужно стать именно вот такой лавой, то есть с одной стороны позитивной, где-то может быть все превращать в шуточку, как-то более легче относиться к каким-то словам, может быть где-то дать отпор, а может быть там, я не знаю, где-то что-то промолчать, потому что королева жезлов, она всегда имеет такое, знаете, некое двойное дно, она не всегда все показывает, она не всегда все рассказывает, но при этом вот именно позитив, уметь видеть во всем позитив, вот это вам должно помочь, по идее. То есть вы должны стать независимой даже не только от других людей, людей, а скорее всего независимой даже от своего эго, как человек, как личность. Ну то есть в принципе я вам рассказала, что здесь проблема, да, проблема в том, что вы слишком серьезно себя воспринимаете в первую очередь. Нужно воспринимать себя больше как некую такую игру, да, то есть душа хочет поиграть, окей, поиграем сейчас серьезность, да, душа, то есть мы играем в эти иллюзии, мы играем в то, что с нами происходит, а вы иногда забываетесь и заигрываетесь в какой-то серьезность, там, я не знаю, в какой-то статус, важность и так далее. Никто не сомневается в ваших умениях, знаниях и навыках, это вот ясное дело, то есть здесь про мага нечего сказать, да, никто не сможет вам пойти поперек, люди и так знают, кто вы есть, да, но вот в каких-то моментах, что-то внутри, вот что вас заставляет включать в себя вот эту вот важную персону, луна, видите, страхи, какие-то внутренние страхи, вы не просто так начинаете вспоминать вот это о своей чувствительности и важности и так далее, что здесь за страх вами мотивирует, пожмичей, некая такая настороженность, да, то есть тоже есть какой-то страх, страх, вот, главный страх это шут, страх показаться дураком, страх показаться легкомысленным, страх показаться незнающим, неведущим, поэтому вот это вот, знаете, некая такая авторитетность, которая есть у иерофанта, да, как некого учителя, наставника, она вам нужна, и когда вы видите, что люди, ну, надсмеиваются в некоторой степени, вы, вам кажется, что они обесценивают именно вас, ваш опыт, ваши знания, вашу, там, я не знаю, мудрость, здесь, вы боитесь быть, как это, высмеянным, да, показаться глупцом, опять-таки, показаться и быть, это разные вещи, быть или казаться, одно дело, если вы действительно являетесь глупым, а другое дело, когда по королеве жезлов вы выбираете эту роль в каких-то моментах быть глупцом, являетесь ли вы, я не знаю, дураком в таком случае, нет, конечно, потому что это некая такая роль, в которую вы играете, но когда вы серьезно кому-то что-то хотите доказать, да, то есть проявите из своего бессознательного вот это вот ощущение того, что я не хочу казаться легкомысленным, то есть вы слишком тогда сильно всерьез воспринимаете свою личность и слишком много значимости придаете тому человеку, с которым вы разговариваете либо той ситуации, в которой вы находитесь, и в таком случае вы действительно являетесь глупцом, потому что если вы считаете себя и вы являетесь таким человеком, да, мудрым, то вы должны понимать, что это просто игра, то есть здесь нужно немножко как-то с собой разобраться и поговорить, да, почему, откуда вот эта вот детская травма, да, показаться каким-то глупцом, может быть, во школе когда-то вы смелили, может быть, родители вы смели, знаете, вот это вот способ воспитания, отучить ребёнка, например, от того, чтобы он там писался в штаны и ходил в горшок, вот высмеет, да, показать там в детском саду, вот там Ванечка наделал штаны либо ещё что-то, и при этом уже не задумываемся, то, что это оставляет какие-то отпечатки, может быть, вы даже и не помните этот случай, но в бессознательном вот это осталось быть высмеенным, то есть это ведь не просто так, вот поразбирайте с этим, и вот с этим, в общем, нужно вам поработать. Так, это была у нас с вами позиция номер один, то есть авторитета вам здесь не отбавлять, вы действительно человек, знающий, ведущий, здесь никто даже и не сомневается в этом, просто тогда, когда вы начинаете бояться, тогда, когда у вас начинает проигрываться шут, включается страх, вот тогда вы начинаете серьёзно относиться ко всему, то есть, допустим, устроиться на работу и вы боитесь, что я покажусь, там, не знаю, неведущим глупцом, ну, конечно, если это новая работа, вы ещё ничего не знаете, вам нужно время, чтобы адаптироваться, то есть одно дело навыки, а другое дело, там, я не знаю, организационные какие-то моменты, понять, где там офисы это находится, что, в чё, входит в вашу обязанность, то есть какие-то такие моменты, ясное дело, что вы вначале покажетесь глупцом, потому что вы не знаете, вы не хотите этого делать, да, потому что у вас какие-то ваши травмы начинают всплывать, вот тогда вы серьёзно к себе относитесь, то есть, почему он на меня так посмотрел, почему он так про меня это сказал, я вот такой уважаемый человек, там, я не знаю, с документами, с реквизитами и так далее, ну, то есть начинает включаться ваше эго, в принципе, я думаю, я вам объяснила, как это работает, вот, а мы с вами переходим к позиции номер два и красненькому камешку, так, двоечки смотрим, сейчас сюда, да, смотрим вас, что на данный момент вам стоит проработать, да, с чем, возможно, нужно поработать, штерка пендаклей, король мечей, так, рыцарь мечей, сейчас, секундочку, здесь как будто бы вам нужно поработать именно с собой, да, императрица, если вы женщина, если вы мужчина, то с либо женским архетипом внутри вас, либо вообще с ролью женщины в вашей жизни, шестерка пендаклей говорит о взаимодействии вас с миром, в общем, либо с людьми, либо взаимодействия с миром, то есть здесь вы должны как-то выровнять этот процесс того, что вы отдаете, и то, что вы получаете, вы об этом сейчас думаете, и есть некая такая цель у вас поменяться в этом плане, но что именно, что конкретно вам нужно изменить в себе, здесь нужно определиться с каким-то новым начинанием, вот что-то вы хотите в своей жизни здесь начать, но вы как будто бы не уверены, да, вот в чем заключается неуверенность здесь, прошлое, да, конечно же, прошлое, оно всегда на нас влияет, ой, тоже переживаете, эмоционируете, по поводу какой-то цикличности в вашей жизни, мы посмотрим, что, о чем здесь говорится, ну, здесь мне не совсем понятно, сейчас я попробую еще уточнить, скажу вам, вы как будто бы закрываетесь от взаимодействия вообще с миром, с другими людьми, переживаете насчет того, что вот как будто бы вам не удается что-то изменить в своей жизни, выйти из какой-то цикличности, то есть как-то что-то сбалансировать, исцелить какие-то свои страхи, исцелить какие-то страхи, и как-то вот стабилизироваться, здесь вопрос вообще стоит в вашей самооценке, вы как будто бы не совсем понимаете, в чем ваши уникальности, в чем ваша ценность для себя, вот в чем вы хороши, и вот отсюда идет как вот в вопросе самооценки, идет вот вся эта история, что у меня не получается как-то правильно взаимодействовать с людьми, и я не могу найти этот способ, и отсюда я закрываюсь, ну, то есть когда я не получаю то, что я хочу, допустим, я не знаю, у меня не получается выстроить какие-то отношения, не обязательно личного формата, вообще как-то отношения, разговор с людьми, не умею я правильно как-то начать, допустим, если надо как-то написать, ну, допустим, вы хотите записаться ко мне на консультацию, и мы с вами напрямую никак не взаимодействовали, и вот вы думаете, как правильно написать, как правильно обратиться, что нужно сказать, либо если я запишусь на консультацию, к примеру, или меня спросят о моей проблеме, я не знаю, как ее сформулировать, я не знаю, что нужно говорить, а что не нужно говорить, как правильные слова подбирать, как обращение, то есть вот какие-то такие моменты, и из-за того, что вы это не знаете, ну, то есть вы не уверены, вы предпочитаете никуда не двигаться, ну, то есть остаться при своем отшельнике, то есть закрыться, и как следствие получается, вы никак не можете прийти к императрице, почувствовать себя уверенной, потому что есть очень много страхов и сомнений, вообще такое ощущение, что вот как будто бы вам в детстве как-то вот внушали то, что не то, что ты дурак, а вот как-то здесь идет какое-то осуждение, вот вы что-то сделали, да, ясное дело, как маленький ребенок, как умели, как получалось, и вот как будто бы вы все время за это получаете оплюхи, что вы не сделали как-то идеально, и здесь человек сомневающийся, вот мне, знаете, показывает образ человека, который стоит на одном месте и переминается с ноги на ногу, на ногу, да, и ощущение какой-то неуверенности, не то чтобы скромность, вот за скромностью как раз-таки скрывается такая неуверенная личность, что даже не то, что вас осудят, либо как-то поругают и будут критиковать, у меня такое ощущение, что вы вообще к этому негативу привыкли, да, он вам неприятен, но вы как-то с этим умеете справляться, а вот как-то вот со своей застенчивостью, здесь вот проблема вот в этой застенчивости, она как будто бы вот наказуемая была, и в детстве особенно, да, вот эта вот ваша непохожесть, она была осуждаема в вашей семье, там, не знаю, среди родственников, там, окружающих, все время говорю, вот она какая-то, либо он какой-то вот, ну, не такой, не обращая внимания, вот он, он всегда какой-то такой дикарь, да, то есть сам по себе сидит, все садятся за стол, а из-за того, что вы скромничаете, ждете, к примеру, чтобы вот вас позвали, вас никто не зовет, и говорит, а, она не хочет, да, она такая у нас зазноба, ну, то есть, а вы на самом деле просто стесняетесь, то есть здесь какие-то такие примеры мне показывают, и вот эта вот ваша застенчивость, и в некоторой степени скромность, она показывает то, что просто человек не знает, как ему действовать, то есть у него нету сложившейся картинки в голове, модели, как правильно, вот как надо, вот такое чувство, что, знаете, вас, ну, к примеру, никогда не обучали держать ложку, или бы там, не знаю, вилку и нож, вот как в обществе, да, правильно там, держать вилку и резать ножом, если бы это был какой-то другой человек, да, менее застенчивый, он бы сказал, да, мне пофигу, я возьму руками и поем, да, ну, вот бывают такие люди, как мы говорим, наглость, второе счастье, в данном случае, вот наглость, действительно, второе счастье, потому что если человек голодный, да ему наплевать на все эти нормы, я поем, мне важно насыть, да, вот такая вот достаточно, ну, мужская позиция, а здесь получается, почему я говорю мужская, потому что я картинку такую вижу, да, меня показывают такие образы, а здесь я вижу маленькую такую девочку, которая вот и не знает, в какую руку нож взять, и ей никто не подсказывает, и вот она вроде бы и мучается, и пробует, и не получается, и в конечном итоге руки опускаются, и она сидит, просто наблюдает за всеми, кто как все едят, причем едят по-разному, может даже кто-то и руками, и она не знает, как быть, вот, а как правильно, руками, ну, вроде бы интузивно понимает, что, ну, блин, ему же не животное, так нельзя, с другой стороны, вилкой и ножом не получается, просто вилкой без ножа, тоже не совсем вариант, вот здесь возникают какие-то такие вопросы, то есть отсюда идет вот эта вот вся застенчивость, и если мы говорим о чем-то надо работать, здесь нужно вот с этой застенчивостью, да, с этими страхами поработать, но не с ними как таковыми косвенно, а напрямую именно понять свою ценность, вот в чем ваша уникальность, уникальность в том, что не умею есть с вилкой и ножом, так это же здорово, да, в чем здорово, не в том, что это не образованность, а в том, что я найду какой-то другой способ для себя, как вариант, либо научусь, и тогда я буду чувствовать себя более уверенно, то есть когда человек понимает, что ему не хватает, то есть когда он понимает, в чем его какая-то слабость, у него встает выбор, что с этой слабостью делать, либо прорабатывать ее, да, и сделать сильным каким-то качеством, например, если у человека, там, я не знаю, лишний вес и слабая дыхалка, но он понимает, что он там больше ста метров не пробежит, что делать в таком случае, если стоит цель, что да, мне нужно укрепить, я понимаю для себя, никто там не сказал, а я внутри понимаю, что ценность для меня здоровья, значит, мне нужно научиться бегать, значит, вырабатывать эту дыхалку, и как следствие вес уйдет, ну, это второстепенно, там еще плюс правильное питание, но вы уже сами выбираете, что вам нужно делать, первично надо понять, откуда у вас идет эта застенчивость, почему у вас нету вот этой уверенности, чтобы стать императрицей, вы об этом думаете, а исходя из этого, вы понимаете, что вот это вот, у каждого здесь свое слабое звено будет, но причина вот именно в этой застенчивости, то есть она по-разному может выражаться здесь, это неуверенность, застенчивость, скромность в некоторой степени, да, просто такое ощущение, что здесь все намного проще, и человека не научили, а не научили, а он как-то, знаете, вот вырос так, и как-то адаптировался, вот, коря, вы знаете, когда люди старшего, поколения еще в бывшем союзе, когда были левшами, их ругали, там, руки привязывали, наказывали и так далее, ну, и они подстраивались и учились писать правой рукой, некомфортно, корявый почерк, некрасивый, ну, что поделать, вот так вышло, да, то есть адаптировались, надо же как-то выживать и учиться в школе, вот здесь вот примерно так, да, то есть вы как-то коряво подстроились, и вы просто никогда не задумывались о том, что, а можно ли это исправить, а можно ли это сделать как-то более красиво, эстетично, вот если вы сядете и подумаете, вы найдете для себя выбор, как пойти вот в это новое, да, это будет, возможно, вы будете чувствовать какую-то неуверенность, но внутри вас зажгется огонек о том, что, а почему я раньше так не подумала, да, что меня сдерживают, а ладно, я тогда была маленьким ребенком, сейчас-то я выросла, сейчас-то у меня есть абсолютно все, я ни от кого не завишу, я могу это исправить, если я захочу, я смогу это исцелить, я могу понять свою собственную ценность, и наслаждаться жизнью, и не находиться в каких-то страхах, да, конечно, просто надо подумать, и тогда таким образом, вот это вот свое прошлое, колесо фортуны, вы сможете изменить вот это свое прошлое, и получить удовольствие, по тузу кубков, наполнится то, чем вам не хватает, тогда не будет возникать вопрос о том, что как сделать так, да, чтобы взаимодействовать с другими людьми, взаимодействовать с миром, при этом не закрываться от этого мира, здесь у нас семерка жезлов, закрываетесь, да, вы закрываете себя, и входите в состояние такого, да, мне и так, в принципе, комфортно, эмоционально, я ничего другого не хочу, нет, вы достойны большего, вы же хотите стать императрицей, вы из девятки пендапли, хотите превратиться в императрицу, достаточно большой путь, но он вам подвластен, надо просто кое-что подкорректировать в своем характере, ну, просто задуматься, в чем моя застенчивость, в чем я чувствую себя неуверенной, и понять, как правило, неуверенность это недостаток опыта, а недостаток опыта, это недостаток информации, значит, что-то вы просто не знаете, значит, вам нужно пролить свет на это, ну, и дальше подкорректировать действия, много повторных действий и дисциплина, выстраивание стратегии, да, и дисциплина, приведет вас к тому, что у вас появится навык, навык взаимодействия с людьми и все будет окей, то есть здесь вообще переживать не нужно здесь какая-то маленькая такая вещь но знаете, иногда вот эта вот маленькая какая-то деталька которая нас напрягает в жизни только лишь потому, что мы об этом не задумывались вот когда один раз задумаешь тогда, как сказать провернешь все шестернки в своей голове и поймешь, в чем была фишка, в чем была проблема с одной стороны становится смешно потому что ты понимаешь, что блин, столько времени я жил в большом теле, маленький ребенок а как только вы это осознаете, начинаете что-то менять и жизнь ваша меняется, и вы чувствуете себя более уверенно, и как следствие становитесь зрелой психологической личностью, и казалось бы, блин, что же я так долго вот мучился можно было бы быстрее и раньше это сделать, но всему свое время видимо сейчас пришло время именно проработать вот над своей застенчивостью опять же таки, знаете, кажется застенчивость, но это так мило да, это мило в каких-то моментах но когда это становится тебе грузом это уже показатель того, что ты не получаешь удовлетворения от этого значит, от этого нужно не избавляться, а трансформировать это в то, чтобы тебе приносило удовлетворение так, и последняя позиция позиция номер три что на данный момент стоит начать прорабатывать троечки смотрим, что вам нужно будет здесь начать прорабатывать так, что-то здесь связанное с работой сейчас, секундочку, я выложу карту посмотрю всю историю и расскажу вам обязательно здесь что-то связано с будущим что-то вас вводит в десятку мечей о чем говорит восьмерка пендакли о деньгах о деньгах о деньгах новых и начинания здесь вам нужно проработать какую-то, знаете, новую стратегию зарабатывания денег потому что та, которая есть на данном этапе она приводит вас к десятке мечей то есть она создает вам очень отрицательный отрицательно окрашенный негативный фон который забирает у вас энергию и не дает вам дальше двигаться создает состояние такое, знаете дисбаланса когда вы все время вынуждены что-то выбирать то есть вы как будто бы то ли так, как зарабатывали ранее уже не получается не потому, что навыки пропали а потому что вот что-то изменилось да и надо как-то вот другой формат придумать да по пажу кубков что-то новое нужно какое-то новое движение для себя в контексте зарабатывания денег здесь нужно какой-то выбор совершить на вот аркан солнца тоже указывает на что-то новое причем это новое оно должно проявлять ваши качества оно более успешное оно должно проявлять как-то ваши качества лидерские то есть здесь как будто бы какой-то активности не хватает новый подход нужен перерождение что это за новый подход пока мне не показывают пока лишь показывали то что нужно это новое начать везде показывает выбор что надо уходить вот знаете вот от этих негативных состояний разочарования каких-то слез переживаний такое ощущение что вот вы сейчас находитесь на каком-то перекрестке на каком-то распутье та сумма денег которая у вас есть она уже для вас маловато по причине того что вы выросли вы выросли ваши объемы выросли и вам уже не хватает тех денег которые вы зарабатываете то есть если ваше сознание здесь выросло в соответствии должен вырасти и ваш достаток и ваш доход но пока такого нету здесь как раз накраскиваем что здесь с этим перекрестком сейчас секундочку здесь мне не показывает то что вот что-то как это как вторая работа там третья пятая здесь не показывает это что это должно быть сейчас секунду я доложу еще потому что что вам здесь надо выбрать ну вот большие деньги как зарабатывать ну почему пока трудно я не могу понять как-то вот ситуация связана с деньгами что здесь не вторая работа как я говорила да нужно выбрать а здесь именно как-то расширить свое сознание таким образом что даже от той работе в которой вы находитесь сейчас чтобы к вам приходил приток больший приток денег но не приходит потому что вот ваше сознание оно здесь как будто бы не вмещает вот на данном этапе оно не вмещает столько энергии понимаете в чем проблема вот в чем проблема проблема как раз именно вашей пятерки педагли вашем кризисном каком-то дефицитном сознании то есть вам нужно здесь если мы говорим с чем поработать пересмотреть то что значит деньги то есть вот как-то как это вам сказать донести эту информацию о том что здесь надо сознание ваше восприятие денег немножко изменить не в прямом смысле там начать разбираться как зарабатывать там во что-то вложить нет здесь вопрос именно ваши собственные ценности встал деньги они приходят на вашу собственную ценность если вы цените себя если вы понимаете в чем ваша уникальность если вы понимаете в чем ваша польза этому миру то вы входите вот такое знаете особое состояние когда вы говорите да я понимаю что я этого достоин а здесь по пятерке педаклей такое ощущение что вот если вы допустим заходите в какой-нибудь очень дорогой бутик например с дорогими машинами и вы только в идее того чтобы представить что вот эта машина моя я сижу за рулем я могу себе позволить обеспечение техническое этой машины да я могу себе позволить там бензин там гараж где ее оставлять там что-то поменять какие-то запчасти в дальнейшем оплатить страховку и так далее вот у вас сразу начинается паника да то есть это показатель того вообще когда что-то дорогое вы видите вы этого хотите вы это желаете но внутри вас нету вот этой разрешительной системы вы себе не разрешаете потому что вы говорите нет я не соответствую этому внутри себя неосознанно не то чтобы например напрямую говорите неосознанно здесь наше сознание нужно сделать сознанием изобилия то есть понять что да я это заслужила почему бы и нет да то есть это есть во мне вам нужно свое внутреннее богатство себя самого как личность то что вы себе разрешаете то что вы себе позволяете вот это проработать то есть вам нужно изменить свое сознание над этим нужно работать не на тем как найти какую-то вторую работу пятую десятую либо как привлечь там воронки этих клиентов или еще что-то либо как попросить дополнительную там заработную плату либо еще что-то в голове своей надо поработать своем собственном сознании у вас есть вот это вот чувство того что какое-то вот состояние бедности вот поищите в своем сознании какие есть вот эти вот убеждения почему вы не чувствуете что во мне есть вот это изобилие я я богатый вот я действительно богат вот даже реакция на слово я богатый она какая-то такая вы знаете не очень потому что вы ориентируетесь на то что вы имеете сейчас на внешний мир да то есть я смотрю допустим ну у меня нету новые машины либо у меня там нет каких-то денег ну либо у меня нет своей квартире и куча всего чего у вас нет то есть вы акцент делаете на то что нету вы не можете внутри себя ощутить вот это вот богатство изобилие который не напрямую относится к деньгам это следствие причина внутри вас да вот это вот свою внутреннюю коса красоту ощутить ценность вашей души вот это вот божественное что есть внутри вас вы как будто головой это понимаете но в состоянии ощущения этого нету и поскольку вы не можете ощутить вот эту вот мощь знаете как некий такой фонтан который проходит сквозь вас снизу вверх на что вас прямо распирает от вот а этой энергии богатство и вы становитесь прям я не знаю огромных размеров как там я не знаю ваша дом в котором вы живете либо там многоэтажка то есть вы это есть намного больше чем ваше тело я не имею в понятии а именно в размерах представьте что ваша душа она больше чем ваше тело она может занимать там несколько миллиардов километров она вечная в раб в объемах да вот от одной вселенной к другой был вот таких размеров ваша душа и если она такая то почему вы ограничиваете в своем сознании себя там я не знаю пятью монетками каким-то но вы понимаете да что вот такая вы душа а вы ее оцениваете там за пять грошей каких-нибудь ну это не не состыковка идет понимаете вот вот вам нужно как-то придумать себе какой-то образ какое-то состояние чтобы поверить что вот это вот богатство что вот эта огроменная душа как вся вселенная это есть внутри вас а вы ее обесцениваете за несколько грошей то есть вот вот как какая-то в вашем сознании что-то нужно переключить чтобы вы начали себя оценить да здесь какой-то прошлый опыт который ведь и не дает вам пойти в новое не дает что это за прошлый опыт какое-то разрушение было да какие-то утраты какие-то потери либо наоборот надо разрушить свое какое-то сознание да да надо принять решение она вам необходима какая-то новая информация я не знаю откуда ее возьмете из какой-то книги может быть какого-то курса не знаю откуда она должна быть настолько свежая и не похожа на те избитые фразы которые говорится то есть это как-то вот под другим углом что ли посмотреть по другим ракурсом придумать себе какой-то другой образ другое состояние которое бы включила вас именно понимание ценности вас и что тогда и тогда вы увидите где вы в чем хитрите то есть здесь есть какой-то самообман выгода в том чтобы не пойти дальше в развитии есть какой-то блок который вас сдерживает какая-то вот я говорю дисгармония присутствует внутри вас то есть ваше допустим ну вы как-то себя обесцениваете они не знаю как вам объяснить это иначе обесцениваете своими какими-то рамками ограничениями вот вы себя сдерживаете если говорим например каких денег да допустим сумму вы хотите вы сразу говорите какую-то сумму и вопрос не в том что вы говорите маленькую да она там горит миллиард а или там еще какая-то вопрос не в наличии суммы а в том что даже когда мы обозначиваем сумму она все равно вас будет ограничивать то есть вы во всем себя как-то ставите в какие-то рамки до в какие-то условности понимаете здесь вот вопрос ценности себя нужно пересмотреть потому что вы ставите в условие того что вот если я сделаю вот это значит она так и будет и тем самым вы себе лишаете каких-то других возможностей которые могли бы быть я не говорю сейчас проработаю физический план я говорю в своем сознании вы все время себя как-то обуславливаете говорите что вот это приходит только благодаря этому но это не так это лишь один из вариантов пространство вариантов как это может разворачиваться почему вы выбираете именно вот задумайтесь почему вы выбираете именно этот вариант в котором вот вы зарабатываете столько работаете либо доход от какой-то конкретные от чего-то почему именно этот они какой-то другой более проще более там я не знаю изобильнее почему фокус внимания падает именно на этот вариант что в нем такого есть вот вот над этим нужно задумать здесь сознание надо менять понимаете вот в чем фишка но у вас есть тревожность тревожность по поводу того что не получится вам не хватает вот этого вот расширения в своем сознании я говорю здесь какая-то информация нужна возможно это будет какая-то специфическая информация иногда знаете так бывает как это сто раз нам что-то говорят 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 мы не обращаем на это внимание а потом приходит какая-то 101 обезьяна и она сделала такой колоссальный переворот нашем сознании и особо-то ничего не сказала она вот эта вот последняя капля привела к каким-то я не знаю каким-то инсайтом и не знаю как вам это сделать и я не знаю что это может быть за информация здесь карты показывают лишь обстоятельства при которой как вариант один из может это случиться но в любом случае работайте над своим сознанием над пониманием своей ценности что вы значите почему вы себя оцениваете именно в эту сумму как вы понимаете что сколько я стою вот как вы говорите с клиенту да например там мои услуги стоит ну условно говоря 5000 а внутри себя где-то лукавить и вы понимаете что блин да не стою я столько на либо меньше либо больше но я говорю потому что вот вот такая цена на рынке а мне хотелось бы допустим больше окей если больше вы действительно стоите на это больше вы действительно столько отдаете вот 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 задумайте здесь здесь какой-то вот блок так хочется знаете когда что-то скрипит я не знаю либо двери какие-то скрипят в доме либо там я не знаю велосипеде но у вас какая-то шестеренка спи так хочется ее смазать вот вот смазкой будет какая-то новая какой-то новый взгляд какая-то новая информация и потом дальше все заработает то здесь проблема не в этом а здесь проблема вот вашей какой-то извили не 1 которая мешает всю малину портит понимаете не знаю как вам по-другому здесь объяснить я чувствую это состояние и к сожалению состояние не всегда получается описать возможно здесь какой-то ну путь вы должны пройти это будет не сразу может быть надо будет там пройти несколько этапов пока вы это пройдете там не не знаю может быть несколько курсов несколько книг медитаций может быть это будет не сразу я не знаю как вам сказать но здесь однозначно надо работать со своим восприятием мира возможно здесь необходимы какие-нибудь книги почитать по поводу квантовой физики то есть не только по поводу того как устроен наш мозг а скорее всего как устроен мир вот понятие квантовой физики здесь хорошо бы подошло понимание как это устроено для чего для того чтобы вот ваше сознание она немножко расширилась потому что она настолько стабильно здесь по четверке мечей да то есть вот вы привыкли что вам говорят например условно дважды 24 вот когда-то выучили так она есть вы не задумываетесь почему так вам сложно будет допустим доказать это да если бы это была теорема вот вы вот здесь очень много каких-то таких убеждений которые вы воспринимаете и дальше действуете в соответствии вот этой парадигмы но то соответствие чего вы действуете это лишь один из вариантов ну например вы идете допустим вы живете в точке а идете на работу в точке б идете все время по одной дороге это то как вы зарабатываете но ведь к вашей работе есть разные пути и какой-то из этих путей он может быть лучше он может быть длиннее но на нем например будет какие-нибудь аллеи то есть чисто визуально более приятно более комфортно да по времени дольше но это более комфортный почему вы не выбираете этот ну потому что он просто длиннее вот и с деньгами у вас так понимаете то есть вам нужно пересмотреть немножко свой подход почему вы выбираете именно не деньги а именно в контексте богатства вот то что вы вкладываете в смысл богатства смысл изобилия когда если мы говорим про изобилие это показать того что у человека вообще в пространстве все уже есть то есть все что вы можете придумать любые суммы любые работы любые взаимодействия с людьми это уже есть так задайте себе вопрос почему вы выбираете именно вот такой формат в котором вы существуете и взаимодействуете то есть если есть куча вариантов почему вы не выбираете более проще почему вы не надо отвечать на вопрос я не знаю как это сделать вы знаете здесь вопрос выбора но вы это не выбираете может быть вам не выгодно может какая-то вторичная выгода вот к чему я хочу привести вот эта вторичная выгода она вам мешает вот с ней нужно поработать вот об этом был сегодня расклад благодарю вас за внимание жду ваших комментариях всем отличной недели всем пока пока